Здравствуйте! Вы смотрите деловую программу «Ресурсы». Ближайшие пять минут с вами Эльвира Наиманбаева. Международный валютный фонд пересмотрел в сторону понижения свой прогноз по росту экономики Казахстана. В этом году с 5,75% до 4,75%. Соответствующее заявление Международной финной организации опубликовано на сайте Нацбанка. Согласно недавно опубликованным предварительным данным за первый квартал 2014 года, темпы роста ВВП в реальном выражении снижаются, отражая потерю доверия инвесторов, вызванную региональной напряженностью, снижением спроса со стороны стран с формирующимся рынком и более низкими темпами роста в горнодобывающем секторе, аргументируют аналитики МВФ. При этом они добавляют, что урегулирование цен, объявленное после корректировки курса, негативно скажется на планируемых инвестициях крупных госпредприятий. Не исключает в МВФ и временного инфляционного давления. В среднесрочной перспективе улучшение роста зависит от прогнозируемого увеличения добычи нефти, с учетом растущей неопределенности, связанной с Кашаганским нефтяным месторождением. Подытожили свой вывод аналитики. Агентство по защите прав потребителей предлагает внедрить систему присвоения уровня санитарно-гигиенической частоты предприятиям общественного питания. Для субъектов предпринимательства предлагается внедрить стимулирующие нормативы, от выполнения которых будет зависеть степень оценки рисков, уровень рейтинговой оценки качества оказываемых услуг. Например, как присваивание категории отелям в виде звезд. Точно так же можно было бы в перспективе присваивать уровень санитарно-гигиенической частоты ресторанам и кафе, заявил глава ведомства Булатбек Куандыков. Объем межбанковских переводов вырос на 20%. За январь-мар через межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга переведено 7 миллионов 700 тысяч транзакций на сумму 43 триллиона 230 миллиардов тенге. По данным Нацбанка, в сравнении с аналогичным периодом 2013-го, количество платежей в обеих системах уменьшилось на 2,7% или на 212 900 транзакций, тогда как сумма переводов, наоборот, увеличилась на 20,2% или на 7 триллионов 260 миллиардов тенге. Инфляция в Казахстане в апреле по сравнению с мартом сложилась на уровне 0,6%. По данным статведомства, цены на продовольствие выросли на 1%. Непродовольственные товары подорожали на 0,6%. Тарифы на платные услуги повысились на 0,2%. За период с начала года инфляция составила 3,9%, в годовом же выражении 6,5%. К другим темам. Активность в производственном секторе еврозоны выросла в апреле сильнее, чем оценивалась первоначально. Сводный индекс менеджеров закупок еврозоны в производственном секторе, рассчитанный маркет основывался на опросе 3000 компаний и упал до 53,4 пункта с 53 пунктов, зафиксированных месяцем ранее. Значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение производственной активности, тогда как выше данной отметки свидетельствуют об ее увеличении. И последнее. Чешские банки начали доставлять деньги со счетов на дом клиентам. Желающие воспользоваться нововведением могут позвонить в специально созданный операционный центр и подать заявку на доставку денег, которые привезут по любому указанному клиентам адресу в течение пяти рабочих дней. На величину доставляемой суммы пока действуют ограничения. Она не должна превышать 20 тысяч крон. Это чуть более 1 тысячи долларов. В течение первых двух месяцев почтальоны будут развозить деньги банковским клиентам бесплатно. Затем услуга станет платной и за доставку наличных придется заплатить от 3 до 5 долларов. Банкиры считают, что новая услуга существенно упростит жизнь пенсионерам, а также жителям небольших населенных пунктов, где нет отделений финнорганизаций и банкоматов. Добавлю, в соседней Словакии деньги со счета на дом доставляют уже в течение 10 лет. И на этом у меня все. Напомню, что все наши выпуски можно посмотреть на сайте 24.kz. Читайте нас также в социальных сетях. Благодарю за внимание. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok